я приветствую всех на своем канале сегодня видео у меня о том если вдруг ваша орхидея после пересадки начинает себя плохо чувствовать если вы уже не знаете что с ней делать и какой грунт и и пересадить такие проблемы я решаю вот так сегодня я показываю на примере вот эту орхидею которая была пересажена после покупки вот иногда мое внутреннее чувство меня обманывает заставляя пересаживать орхидею хотя с ней в порядке все но чего-то я ищу чего-то жду и непонятно что но и впоследствии конечно же получаются такие неудачные пересадки орхидея начинает несмотря на то что она вначале как бы казалось все хорошо со временем я понимаю что что-то ей не так ну и наверное все таки как я пришла к выводу к такому что орхидея растет в одном грунте и пересаживая в другой грунт она никак не может до конца адаптироваться и в таких случаях лично я пересаживаю орхидею в окончательную посадку где уже я думаю что и должно уже все понравится и что она должна пойти в рост так вот это орхидея сегодня я взяла с полки посмотрела что у нее потерян тургор несмотря на то что она была полита буквально всего пять дней я решила так все заканчиваю последнюю пересадку и эта пересадка будет у меня посадка в мох как я делаю все свои орхидеи пересаживаю те которые у меня очень плохо себя чувствует после пересадки давайте посмотрим может что-то произошло с корнями орхидею я полила она не набрала должного тургора который была должна была набрать и я решила так ждать я не буду сейчас я ее достану и посмотрю что же на данный момент происходит с корневой системой вот видите какие корни как я всегда говорила вот эти вот корни которые растут внизу несмотря на то что они не видят света и они такого страшненького цвета такого страшненького вида но они все живые корни все живые я не вижу такого чтобы вот именно страдал корневая система к тому же у нее есть еще и корни те которые росли по краю горшка про которые я тоже люблю всегда говорить которых переносят очень хорошо и даже полив лишний иногда когда мы немного переборщим но если только вот тут вот корешки немного есть которые виламент у них подсох ну а так в принципе все нормально не смотрите никогда на цвет вот такой корешков потому что на самом деле самый корень настоящий это тот который находится внутри это вот видите кончик этого корешка на самом деле он покрыт виламеном и вот этот самый виламен он портится как бы принимая весь огонь на себя защищает тем самым настоящий корень но все равно орхидеи мне не но не очень нравится сейчас я уберу вот этот вот лист который уже вялый вот смотрю здесь уже начинает подсыхать для того чтобы корешки которые находятся у основания быстрее тронулись в рост орхидеи очень красивые это бабулетка желтого цвета с красными штрихами симпатичная поэтому я не хотелось чтобы она погибла сейчас я приму все меры для того чтобы все-таки она осталась живая корешки есть наращивать новые раскукливать есть что так что будем надеяться на лучшее тем более сегодня у нас такая чудесная погода за окном светит яркое солнце сегодня мои орхидеи будут радоваться те которые стоят на стойке около окна ну и на подоконнике сейчас у меня стоят орхидеи я в этом году держу несколько орхидеи на подоконнике потому что зимы практически нет у нас самый большой тара дня дня два может несколько три стояла минус 10 всего лишь а так в основном нулевая температура снега практически нет вообще в этом году зима не зима ну вот я здесь почистила немножко убрала сухую шелуху листья сухие обрабатывать здесь я ничем не буду ну в принципе в принципе так так то все но корни да вот эти вот видите виламин и тут немножко есть подпорченные эти корни мне нравятся вот эти вот сухие у основания сейчас я его уберу вот пересадишь орхидею и думаешь пойдет ли она дальше в рост будет ли она расти будет ли все с ней хорошо и несмотря на это опять же все-таки руки тянутся к пересадке хочется пересадить зачем непонятно может быть от того что зима делать нечего как говорят стихи делать было нечего дело было вечером вот и так же мы когда делать нечего начинаем что-то придумывать что-то делать с орхидеями нет бы чтобы собраться выйти куда-то погулять на улицу подышать свежим воздухом вот куда-то сходить на какое-то культурное мероприятие вот чтобы душу напитать чем-то полезным чем-то интересным нет нам нам это не надо нам надо пересаживать орхидеи отрезала корень ну в общем как я и вижу что все-таки корневая от основания вот именно она почему-то сначала наверное засушила эти корни а теперь она их от влаги весь виламин сгноила ну все равно я оставляю эти тяжелые основания я их не урезаю такие корни потому что на самом деле корней не очень много и как говорят утопающий хватается соломинку но и я также хватает за соломинку для того чтобы что-то как-то помочь орхидеи справиться с такой ситуации ну в принципе то можно и оставить так все вот с такой корневой системы сейчас я посажу в мох в одноразовый стакан как и многие свои орхидеи которые у меня сейчас наращивают корешки именно в такой системе мне кстати очень понравилось что первая медицинская помощь оказана именно в такой посадке нотка смотрите но тут что за корешки вот вот они болтаются но смысл в таких корнях я вообще не вижу вот вот так уж вот вроде уберу я его сейчас все равно он со временем сгниет только лишний раз оставит в ней гниль в горшке я конечно не хочу вот немножко почистила столько вот у меня будет корешков но и листья наверное я видите как тургры если сейчас я посажу орхидею и она со временем не не наберет тургор листьев значит я для того чтобы облегчить ей это я подрежу листья но пока я этого делать не буду пока оставлю все так вот такая у меня вот орхидейка получилось сейчас я еще срежу вот этот цветоносик оставлю только всего один или в принципе то уберу я его наверное вот этот цветонос он не нужен сейчас ей нужно приходить в норму и наращивать новые корни приходить адаптироваться в этом грунте приходить в хорошее состояние где он еще сколько здесь шелухи где потом уже со временем когда она пойдет снова в рост чтобы все обновилась у нее и корни и цветоносы и листья все но это долгий процесс вот почему я не люблю реанимацию потому что восстановление наших орхидей это очень долгий очень нудные вот видите они даже отваливаются от основания до очень жалко конечно мне эту орхидею очень красивая она кстати вот это вот поставка которая была и в которой я покупала вот эту орхидею и еще из них две это была леди мармелад и еще одна очень красивая орхидея они тоже так быстренько ушли в орхарай вот видите это бывает поставками какая-то поставка выживает а какая-то поставка вот приводит вот в такое состояние наш орхидея ну ладно посмотрим самое главное если пойдут расти корни сверху значит все будет хорошо с ней все будет нормально ну вот этот цветонос я наверно ставлю для того чтобы может быть он пригодится мне для того чтобы держать орхидею закрепленную в этом в одноразовом стакане но в принципе он даже и не нужен этот цветоносик ну ладно я сейчас посмотрю по обстоятельствам так вот я приготовила одноразовый стакан на дно я кладу керамзит для того чтобы при поливе именно по керамзит у меня была влага ну и конечно же мог сверху мог вот так вот делаю ну и беру остальной мог конечно не очень у меня супер пуперский но все равно он пойдет я думаю будет все нормально сейчас я вот так положу под низ мог ну и обмотаю как бы корни мог мха мало у меня думаю даже может быть не хватит сейчас я просто доложу его остатки но потом схожу магазин и куплю новый чтобы подложить сверху вот выжимаю воду ну и добавляю его вот сюда вот по краю горшка как бы все таки не сказать что плотно но все таки так более нормально чтобы слишком не было воздушных карманов слишком больших так вот немножко сейчас уплотню да мало конечно мха у меня очень мало ну ладно пока значит останется так у меня а когда я докуплю я обязательно его доложу посмотрим как будет чувствовать себя орхидея в такой посадке но я думаю в принципе будет все нормально потому что они очень любят именно выздоравливать в такой посадке у многих я девчонок видела что растут хорошо и не только у девчонок на своем опыте я тоже убедилась что с ними в такие в ситуации все хорошо так вот сейчас я просто ее закреплю вот так она меня будет россии если она не поднимет тургор листьев значит я обязательно подрежу немножко листья для того чтобы ей облегчить корешки видно вот еще немножко вот сюда вот опущу мох ну все я считаю нормально вот такая вот пересадка у меня получилось это первая помощь моей орхидеи и уже наверное не первые потому что очень много я ее раз пересаживала и она нигде никак не хочет расти окончательно она все-таки потеряла тургор в последний раз я решила уже больше и и не экспериментировать посадила именно так буду ждать роста корней и потом конечно же я вам покажу как она себя будет чувствовать ну хотя бы приблизительно через месяц ну закончилась моя посадка мух я нашла немного добавила сверху оставив у шейки немного расстояние от мха для того чтобы слишком мокро не было но и полив у меня будет а соответственно вот на дне горшка у меня здесь двойной стакан в этот стакан я наливаю воды на палец здесь у меня в крае горшочка стакана дырочка влага войдет по керамзит но и мог постепенно будет забирать влагу отдавая ее до верху если она влага не дойдет слишком до верха я немного могу слегка сбрызнуть мох сверху как я делаю своих таких же стаканах одноразовых вот смотрю листья уже как бы плотнеют чувствуется прям полет уже видите они уже как бы стоят это самый лучший способ помощь первые орхидеи которые никак не может прийти в норму никак не может адаптироваться в грунте которую вы ей предоставили болеет мучиться вот в такой вот посадки она не будет мучиться она будет себя чувствовать как рыба в воде ну вот наверное на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам всем за внимание что вы были со мной всем вам говорю до встречи на моем канале всем пока пока а